Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы поговорим о часах. На какой руке носить, какого размера должны быть часы, как их правильно сочетать и подбирать, все будет в сегодняшнем выпуске. Ну что ж, друзья, поехали! Многие тысячелетия люди пытались придумать какие-либо устройства для определения времени. Когда это началось? Википедия говорит, что примерно 1400 лет назад. Ну, плюс-минус, я думаю, ей можно верить. В 14 веке уже были изобретены механические часы. Затем появились карманные часы, те самые часы на цепочке, которые мы так много и часто видели в исторических фильмах, еще где-то. Затем в 1868 году появились первые наручные часы, и они были женские. Наручные часы носили только женщины, затем это перекочевало к мужчинам. Мужчины начали носить наручные часы во время Первой мировой войны, и это были летчики. Для того, чтобы им не отвлекаться от управления самолетом, для того, чтобы им было удобно определять время, им надевали часы на руке. Раз эти часы стали наручными, возник вопрос, на какой руке носить эти часы. Версий до сих пор огромное множество. Кто-то говорит, что если ты правша, носи на левой. Кто-то говорит, что если ты левша, носи на правой. Допустим, в советское время все часы выпускались только под левую руку. Но левше сейчас в мире больше 20%. И уже появились модели, которые можно отразить, перевернуть, и можно носить как на левой, так и на правой руке. Либо только для правой руки. Как понять, для какой руки часы? Нужно посмотреть туда, где находятся механизмы управления. Это могут быть пружинные механизмы, это может быть кнопка, допустим, как в электронных часах. Но она должна находиться со стороны пальцев, для того, чтобы противоположной рукой, не той, на которой часы, вам было удобно их настраивать. Соответственно, если вам нужно подкрутить часы, которые находятся на левой руке, вы подкручиваете их со стороны пальцев. С обратной стороны будет неудобно это делать. Именно так определяется, для какой руки часы. Китайцы, к примеру, говорят, что часы нужно носить на левой руке, потому что там находится точка, которая отвечает за жизненную энергию. Но, также они говорят, что нельзя пережимать какую-то точку на левой руке. Если часы будут сильно давить, то вы пережмете другую точку. Короче, вообще непонятно, где их носить и как их носить, наверное, только на шее. Так вот, на какой руке дело вашего удобства. Я все-таки сторонник того, что на левой руке носит правша, на правой руке носит левша. Но тут дело вкуса. Давайте перейдем к следующей части часового этикета. Это размер часов, как правильно его подобрать. Последние лет 5 стало дико популярным. Я вот везде вижу эти фотографии, когда молодые парни в костюме. Костюм обязательно почему-то короткий, так чтобы было видно щиколотку, в лоферах на боссу ногу. И с огромными часами, либо в кальяной, либо на фоне Москва-Сити. Где-то вот какие-то такие фотки, как будто их где-то штампуют, прям как из инкубатора. Всех одинаковых. И у всех эти огромные-огромные часы. Я искренне понимаю, как размер часов стал показывать какой-то статус, либо стал какой-то фишкой. Запомните, чем больше у вас кисть, сама кисть, кулак, тем крупнее должны быть часы. Если у вас тонкое запястье, не путайте кисть и запястье. Вот запястье, вот кисть. Соответственно, если у вас тонкое запястье и небольшая кисть, в таком случае большие часы будут смотреться слишком громоздко. Будут переутяжелять вашу руку. Если у вас крупная рука, большая кисть, большой кулак, тогда большие часы будут смотреться гармонично. Не надо гнаться за размером, ребят. Здесь главное выдержать баланс. Также и ремешок. Ремешки могут быть как кожаные, так и металлические. Разные виды плетений. Самое главное, чтобы он подходил по ширине вашего запястья. Чем тоньше запястье, тем тоньше ремешок. Очень большой ошибкой является факт того, когда часы слишком расхлябаны на руке. Запомните, ориентиром служит факт того, чтобы под ремешком вы могли засунуть собственный мизинец другой руки. Таким образом, вас не будет потеть кожа под ремешком, вас не будет передавливаться запястье. И не будет такого, что часы болтаются, сползают на кисть. Кому-то может показаться интересным и крутым факт того, что он опустил руку. Здесь такие тяжеленные котлы висят. Но когда вы где-то поднимите руку, они сползут у вас до уровня локтя. Это будет некрасиво, нелепо и очень-очень смешно. Поэтому грамотно застегивайте ремешок на часах. В тему того, следует ли снимать часы при занятиях спортом, тут нет четкой рекомендации. Я рекомендую их снимать по одной простой причине. Когда вы занимаетесь спортом, вы потеете, начнет преть кожа под ремешком. Все-таки это отвлекает. Лично я снимаю. Но есть спортсмены, для которых очень важно носить часы. Для них есть спортивные модели. Как водонепроницаемые, так там пылевлагозащищенные. Это уже отдельный нюанс. Отдельный часовой разбор сегодня не о нем. Следующий нюанс это то, как следует носить часы и рубашки. Запомните, друзья, часы должны закрываться вашим рукавом рубашки. Как минимум наполовину. Вы могли заметить, что на большинстве рубашек несколько, как правило, несколько отверстий для пуговиц, несколько прорезей. И как правило, правая рука, допустим, часы у вас на левой руке, на правой руке рубашка будет застегнута более туго, чем на левой. Для того, чтобы рубашка могла закрыть часы. Когда вам нужно посмотреть на циферблат, вы просто вытяните чуть-чуть руку, поднимите, рубашка натянется и часы откроются. Опустив руку вниз, рубашка закроет часы. Некорректно носить рубашку так, чтобы она упиралась в часы и часы торчали на виду. Они должны закрываться, иначе это будет выглядеть нелепо и некрасиво. Если ваши часы это элемент какого-то неформального стиля, и вы надеваете ее просто на casual рубашку сверху, какие-то большие часы, есть часы на широких ремнях кожаных, которые надеваются поверх рубашки, это одно, это определенный стиль. Мы говорим сейчас о большинстве случаев, когда часы должны все-таки прятаться. На какой стороне запястья? Внешней или на внутренней должны быть часы? Вы могли заметить, что большинство людей носят часы на внешней стороне запястья. Но есть люди, которые носят на внутренней стороне. На самом деле, ношение на внутренней стороне запястья появилось у тех людей, которые много работают руками, и им неудобно переворачивать, и достаточно просто подвернуть руку. Когда у тебя всегда ты руками что-то делаешь перед собой, тебе удобнее посмотреть на внутреннюю сторону, она всегда у тебя перед глазами. Это одна из версий. Но также можно надевать часы на внутреннюю сторону запястья, если у вас, допустим, совещания, важные переговоры. Это не зазорно, но вам нужно следить за временем. Тогда вы можете надеть часы на внутреннюю сторону запястья. Согласитесь, одно дело подвернуть руку и посмотреть, другое дело делать вот такое движение, чтобы посмотреть. Если во время деловых переговоров либо какой-то встречи вы посмотрите на часы, человек может оскорбиться, вы можете его задеть тем, что вы куда-то торопитесь, ему станет неловко. Подвернув руку и глянув просто, вы же можете смотреть в документы, в меню, если вы где-то находитесь в ресторане, вы не выдадите факт того, что вы следите за временем. Это может быть небольшим лайфхаком. Немаловажный факт, какого цвета или из какого материала должны быть часы. Раньше все было строго. Считалось, что часы должны быть из того же материала и того же цвета, которого остальные аксессуары. Если у вас золотое кольцо из желтого золота, золотая цепочка из желтого золота, то и часы должны быть золотые. Но сейчас правило сочетания металлов все-таки отходит на второй план. Не забывайте о очень важном нюансе. Если вы носите классический костюм, спортивные G-Shock'и могут смотреться все-таки неуместно. Лучше подберите что-нибудь типа Такхоэр Каррера. Я, допустим, люблю очень эту марку, и мои часы именно от этой марки. Это не реклама, это мое личное и персональное мнение. Ничего не имею против Касси, от Амельсии и всех остальных брендов. Подбирайте часы те, которые будут вам нравиться. Запомните, дорогие часы не всегда большого размера. Часы это стильный, приятный и полезный аксессуар. Конечно, сейчас уже удобнее многим людям смотреть время в телефоне. Но кто-то носит часы как показатель статуса, кто-то до сих пор привык смотреть часы именно на руке. Это каждый выбирает для себя сам. Самое плохое, друзья, это когда вы не можете позволить себе дорогие часы, покупаете большие часы, лишь бы это была реплика огромного размера, и это выглядело дорого. Это не будет выглядеть дорого. Подбирайте часы под свой карман, под свой достаток, и всегда они будут смотреться на вас хорошо. На самом деле, вариантов часов, стилей в часах огромное множество. Начиная от их механизма, с подзаводом, с автоматическим подзаводом, без подзавода, на батарейках, с открытыми механизмами, их такое огромное количество. Есть очень крутые русские производители, есть очень крутые зарубежные производители. Это огромный мир целый, это огромная индустрия, где каждый находит то, что ему нравится. Если вам зайдет эта тема, мы можем разобрать прям по классификациям часов, разобрать, какие лучше, на мой взгляд. Мы сделаем прям огромную подборку механизмов, сравнений. Я покажу свои часы. У меня были, вот есть разные часы, от Watch'и до Zira часов, которые вообще такие, космического, футуристического дизайна. И в разных ситуациях я ношу разные часы. Но последнее время, где-то последние полгода, я вообще поснимал все аксессуары, браслеты, часы, все поснимал. Мне начали нравиться вот именно чистые руки, без ничего. Ношу только кольцо. У всех все происходит по-разному. Друзья, подписывайтесь на канал, если еще вы этого не сделали. И не забывайте о том, что, конечно, часы это очень стильный аксессуар. Но в первую очередь все окружающие вас люди будут смотреть на вашу стрижку и прическу. И тут мы готовы вам помочь. Во всей нашей сети барбершопа Барбаросса действует 20% скидка на первый визит. Переходите на сайт в описании barbarossa.top Выбирайте филиал в своем городе, записывайтесь к любому мастеру и вы получите первоклассную стрижку, с которой любые часы будут смотреться великолепно. Ну что ж, друзья, до встречи в следующих выпусках.